Геометрия Постепенно Гаусс пришел к тому, что, возможно, эта альтернативная геометрия может быть логически непротиворечивой, но среди всех, кто работал над этим вопросом, он мало чего смог достичь. Чтобы узнать что-то о тех, кто действительно внес вклад в новую геометрию, перенесемся из Европы в Россию и Венгрию. В 1831-м, несмотря на сомнения, они опубликовали работу Яноша. Она вышла как приложение к книге отца по геометрии. Ее копию послали Гауссу, который ответил, «Если я начну со слов, что не могу похвалить эту работу, ты наверняка удивишься. Но я не могу сказать иначе. Похвалить эту работу – значит похвалить себя». По правде, весь материал работы, путь, пройденный твоим сыном, и результаты, к которым он пришел, почти полностью совпадают с моими размышлениями. По понятным причинам, Янош так и не простил Гаусса за то, что он посчитал попыткой одного из самых известных математиков того времени присвоить себе работы практически неизвестного ученого. В России, независимо от этих событий, разворачивалась похожая история. Профессор, математик Казанского университета Николай Иванович Лобачевский, тоже пытался доказать, что существует вторая логически возможная геометрия. В 1829-м он опубликовал первое описание неевклидовой геометрии. За два года до публикации Яноша Баяи. Но совершенно невозможно, чтобы Янош Баяи мог узнать о работе Лобачевского. Но чего же достигли эти математики? Так как описания неевклидовой геометрии похожи, разумно описывать эти работы одновременно. Так как их геометрия оказалась чем-то совершенно не похожим на Евклидову, мы должны отринуть многие наши представления о мире и приготовиться ко входу в новую вселенную. Первым сюрпризом является то, что Лобачевский и Янош Баяи оба начали с описания трехмерной геометрии. В трехмерном мире они предполагают, что прямая и точка определяют плоскость. И в этой плоскости существует бесконечно много прямых, проходящих через эту точку, и не пересекающихся с данной прямой. Они обнаружили, что при этих предположениях есть две замечательные прямые. Это две асимптоты, которые в двух направлениях приближаются к нашей прямой. И хоть они приближаются все ближе и ближе, они никогда ее не достигают. Эти прямые называются асимптотическими параллелями к данной прямой. Так что все эти прямые пересекают данную прямую. А все эти прямые уходят от нее в обоих направлениях. Но их интересовали именно эти две асимптотические параллели. Они хотели создать тригонометрию, соответствующую этой новой геометрии. Например, если известно это расстояние, то каков этот угол? Известный как угол параллельности. Они хотели, чтобы ответом была функция расстояния, а. И вот здесь мы сталкиваемся с чем-то относительно новым, с использованием функции в геометрии. Но сначала, чтобы сориентироваться, повернем изображение относительно данной прямой. Теперь данная прямая — это перпендикуляр к этой плоскости. А это асимптотическая параллель к прямой. В этой новой геометрии они взяли другую точку, получив прямой угол в ней в клидовом треугольнике, с прямым углом здесь. И через эту точку они провели асимптотическую параллель исходному перпендикуляру. На эту вершину они насадили маленькую полусферу. И между этими тремя прямыми на поверхности сферы они нарисовали маленький сферический треугольник. А теперь вот что. Помните про сферическую геометрию, которую я вам показывал? Она не зависит от постулатов Евклида, а также от наших допущений о параллельных прямых. Так что любая тригонометрия, описывающая сферический треугольник, верна даже в этом специфическом неевклидовом мире. Итак, оказывается, форма одного из этих треугольников определяет форму другого. Так что если мы знаем все о форме этого сферического треугольника, мы сможем также определить и форму неевклидового треугольника. Итак, Баяй и Лобачевский предположили, что сферическая тригонометрия верна, и из нее вывели то, что описывает треугольник в неевклидовой плоскости. Они поняли, что могут вывести все, что они хотели в новой геометрии. Например, возвращаясь к изначальному построению. Будучи треугольником с бесконечной вершиной, можно сказать, чему равен этот угол, как функция от этого расстояния. И это то, что им требовалось найти. Это и есть угол параллельности. Из этого можно извлечь кое-что интересное. В доказательство они сделали чашевидную поверхность, которая пересекается с каждой асимптотической параллелью к данному перпендикуляру под прямым углом. Здесь и здесь. Как ни странно, оказывается, что сумма углов этого треугольника равна в точности 180 градусам. И более того, любой треугольник на этой поверхности имеет сумму углов ровно 180 градусов. Так что с помощью этого странного трехмерного неевклидового пространства Бояи и Лобачевски мы получили точное описание двухмерной евклидовой геометрии, представленное на этой чаше. Казалось бы, Бояи и Лобачевски наконец-то решили проблему структуру геометрии. Используя то, что Лобачевски называл воображаемой геометрией, отличной от евклидовой, они определенно показали, что евклидовая геометрия не обязательно должна быть верной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!